Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос. Обещал ли Христос вернуться на землю еще при жизни апостолов? Мы будем отталкиваться от текста Евангелия от Матфея, 10 глава, 23 стих. И мы прочитаем этот отрывок. «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно, говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий». Немножко непонятно, согласитесь. Но чтобы нам понять, нам надо прочитать Евангелие от Матфея, 16 глава, 28 стих. Тогда мы поймем, о чем идет речь. «Истинно, говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, некоторые имеются в виду трое, Петр, Иаков и Ян, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». То есть в небесной славе и в небесном величии. В советское время атеисты обращали внимание на первый текст из Матфея. И они говорили, как же Христос сказал, что вы не успеете обойти города Израилева, как придет Сын Человеческий, а уже прошло столько лет. На самом деле речь идет немножко о другом. Были экзегеты, которые говорили, что речь идет о дне Святой Пятидесятницы, когда, приняв Духа Святаго, апостолы и другие первые христиане уверовали в тайну Царствия Божия и созерцали все это очами веры. Но это немножко не совпадает с Матфеем 16, 28, потому что Христос здесь говорит, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Божьего, грядущего в Царстве Своем, то есть в царственном величии. А в день Пятидесятницы там все получили Духа Святаго. Там речь не о некоторых, а о всех, за исключением Иуды Искариота, который отпал, но на его место даже избрали другого человека. О чем же речь? Речь идет именно о преображении Христова, когда Он явил свою славу небесную, как бы показал Царствие Божие своим ученикам, как еще и Иоанн Креститель говорил, Царствие Божие приблизилось. И мы вспомним описание этих событий. По прошествии дней шести, это Евангелие от Матфея, 17 глава, «Взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, как раз есть некоторые, и возвел их на гору высокую, одних, то есть без других, и преобразился перед ними, и просияло лице его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». Вот это и есть то, о чем Христос сказал, «Ибо истинно, говорю, вам не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий», то есть явит Себя в славе божественным и небесным величием. Таким образом, сложности здесь не возникает. Мы ее устраняем как раз через исследование этого вопроса по разным текстам Священного Писания. Очень важно именно не выхватывать текст из контекста всего библейского откровения, а именно смотреть на Библию в целом, чтобы находить ответы на те вопросы, которые нас волнуют. А те, которые выхватывают тексты из общего библейского контекста, они действуют так, как действуют чаще сектанты и еретики. Друзья, берегите себя в это время и подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах на нашем сайте. С Богом!